Здравствуйте, дорогие наши друзья! С вами Рафаэль Мусан Леви, и я бы хотел сегодня поговорить с вами о картах, о восприятии исторических процессов и, конечно, о психологии. Ну, можно возразить, сказать, почему я буду говорить о психологии. Я же ведь не психолог, я даже не изучал психологию в вузах и так далее. Но о чем я могу говорить в этом смысле? Какая психология? Дело в том, что, поскольку у меня есть филологические знания, знания языков, и я хорошо могу разобраться в значении этих слов, даже слово «психология» — это от греческого слова «психе», то есть «душа», то есть разумевается, что человек, который этим занимается, он признает, что есть душа, которая иногда может болеть или находиться в состоянии вот болезни или лжи или обман. И «логия» — это то есть от слова «логос», то есть изучение определенного предмета. Значит, может быть, психологом я не являюсь, но я хотя бы могу знать, что означает эти слова в оригинале. И вот я бы хотел сегодня поговорить о разных представлениях, которые часто звучат из разных сторон. Да, это не политический выпуск, но это аналитический. Вот так часто люди используют термин, такой термин «геополитика». Геополитика. Геополитические процессы оправдывают разных действий определенных стран от необходимости геополитические. Одни хотят расширяться туда, другие должны защищать границы там. Это все геополитика. И все стали такими большими специалистами по геополитике. Но опять слово «геополитика» — это тоже греческое слово, так же как «психология», так же как, открою вам секрет, почти вся наша научно-философская, техническая терминология, в том числе и в медицине, в том числе и в богословии, в политике. Да и слово «политика» — это греческое слово. Получается, что провинциальность не может быть в наше сознание, как бы. Неважно, какой нации мы принадлежим или считаем, что мы принадлежим. Итак, геополитика. География, то есть «ги» от слова «земля» и «полис». Что такое «полис»? «Полис» — это город. По-гречески «полис», оттуда слово «политика». Это обозначает, в принципе, общество людей, которые собираются вместе и живут в определенной какой-то точке. Изначально это просто означает город. «Полис» — как собрание людей. Именно так это слово и понимали древние греки. И когда во время войны с персами афиняне были вынуждены покинуть родные Афины, они так и говорили «полис» покидает Афины. Получается, в сознании древних греков в центре стоял человек, общество людей, а не земля, как некая географическая точка. И если людей на этой земле нет, то свою ценность она теряет. Таким образом, в понятии древних греков важным было не понятие родной земли, то есть место, где человек именно родился, а место, где свободно и независимо может жить народ, то есть, собственно, полис — сообщество людей, близких тебе по духу, по образу мыслей, по культуре, религии и языку. Если же человек живет на родной земле и остается на ней, но вот эту свободу и независимость теряет, а также теряет свой полис, то в этом уже нет для него никакого смысла. Его существование не может быть полноценным и счастливым. То есть получается, что довольно не империальная, а довольно маленькая политическая группа людей, которые по каким-то и экономическим, и культурным, и религиозным причинам объединяются. У них бывает какая-то своя тоже иерархия, у них тоже бывает какой-то свой закон, он может быть иногда демократическим, иногда недемократическим, но это, в принципе, общество людей, которые трудятся вместе и хорошо друг друга знают. Дело в том, что не все в мире определяется только географией. Некоторые даже считают, что понятие «космополит» никак не связан даже с христианством, или что это является антихристианством. Ну, на самом деле, христианин, он не только гражданин мира, но и гражданин небес. Но мы говорим сейчас о более, скажем так, практических подходах к ежедневной жизни нашей на земле пока, а не в Царство Небесное. А в этом плане, конечно, быть гражданином мира – это не только против христианства, это наш долг как здравомыслящие люди. Дело в том, что любое деление людей на определенных типов, как будто одна политическая партия в мире – это добро, а другое – это зло, или такое категорическое деление людей на север и юг, или на запад, или восток – это абсолютно ложное. Потому что вот жестокости, несправедливости, жадности к деньгам, жадности величия, жадности иметь в великой империи – это вещи, которые свойственны и тем, и другим. А тут уже момент уже психологический. Какую карту мира человек строит из того, что он сам знает, из его опыта, от его семейного среды, от школы, от тех мест, которые он знает. Иногда у людей очень плохое представление даже есть о том, как люди живут в других странах. Обыкновенный, например, американец плохо представляет, как, например, живут академики в Новосибирск, например. Так же, как и обыкновенные люди в России плохо представляют себя, как живут, например, христиане в горах Швейцарии, или веганы там в Канаде, например. Получается, каждый тогда строит из образа незнакомого, неизвестного образа как раз тьмы. То есть для обыкновенного, скажем так, западного человека выращена политика, демократия и на достижение свободного мира, он будет думать, что обыкновенный восточный европеец – это какой-то бешеный человек с Калашниковым, который еще имеет медведь рядом и как бы бутылка водки и балалайка, то есть это про русских. Вот он будет так думать и будет думать, что этот человек прямо хочет уничтожить и его, и его дом, и все, что рядом. Это вот определенный такой штамп. А какие штампы, например, бывают сейчас у обыкновенного советского человека, даже не только русского. Любой советский человек, он может жить хоть, я не знаю, хоть в Тбилиси, хоть в Омске или в Москву. То есть он будет думать, что типичный западный человек – это какой-то извращенец, психопат, с, может быть, какими-то рефинированными вкусами, который вот стоит, весь день проводит там в Макдональдсе и, конечно, хочет ядерное оружие через НАТО уничтожить весь русский народ, в том числе и чтобы больше не играли Чайковского, Рахманинова и так далее. То есть, получается, мы тут действуем от самых таких звериных базовых инстинктов, как у племя. То есть это мой род, это мое племя, врага будем вот так, вот жена будет мне принести вот еду, и я буду вот так делать и буду всех врагам убивать. То есть это на самом деле это и есть фашизм. Фашизм – это не только для тупых людей, это просто связь с родом, вот род – это самое главное, племя, мое племя, мои женщины, то есть которые надо их защищать и огородить от всех остальных. Это, кстати, свойственно и мусульманам тоже. И разные такие вот цивилизации, которые пытаются закрыться, они хотят восстановить свою империю, которая когда-то была, и они по ней очень тоскуют и считают, что все, что было, это все, что происходит сейчас. Это просто неправильно, мы не должны быть такими маленькими, мы должны быть большие, великие, и мы должны освободить наших братьев, которые находятся в других местах, и мы должны защищать наши права, потому что у нас есть наша раса, наш кровь, наш язык, наша культура и все остальное. Да это такой примитив, это вообще, ну какая разница, мы их убьем или уничтожим, это у них все равно нету то, что у нас, у нас самого красивого, самого богатого, самого великого. И эти как раз психологические типы, они, конечно, не христианские, то есть потому что наша христианская вера именно призывает к преодолению всего этого. Помните, что сам Христос даже говорил ученикам, кто не оставляет мать, отец, кто такой мать и отец? Это не только оставлять родителей, это означает прощаться с какими-то племенными связами, очень такие инстинктивные, очень базовые. Эти базовые инстинкты, они хорошие, они нужны, но в принципе человек культурный, даже не говорю христианский, он должен понять, что есть какие-то ценности, которые выше вот этих как бы звериных чувств. Я тут не говорю о каких-то экстремальных случаях, когда реально на тебя нападают, и ты должен действительно защищать свой дом, своих женщин и так далее. Но так ведь не всегда бывает. Это какие-то сверх каких-то обстоятельств и так далее. Так что о чем хотел в принципе говорить? Что понятие космополит, космос это мир, это греческое слово тоже, а политес, да, космополитес по-гречески или космополитис, это разные произношения, это означает гражданин полиса, но этот полис рассматривается как вообще весь мир человеческих, человеческих отношений, человеческих связей, бизнесовые связи, торговые связи, культурный и религиозный обмен. Это общение, этот обмен обогащает нас, обогащает других и даже избавляет нас, избавляет других от каких-то предрассудков, от каких-то зашуренные, неправильные представления, которые на нас навязывают люди, которые просто бандиты иногда, которые просто захватили власть и смогли коллективно одурманить людей просто, очаровать их и одурманить. А тут речь идет даже вот о популизм. Что такое популизм? Это желание зарабатывать капитал и зарабатывать политические силы на недовольство людей. Все-таки в жизни жить трудно, да, особенно в мире, как он формировался сейчас и вообще после грехопадения трудно. Адам и Ева должны работать, должны трудиться, за все надо платить. Это по грехам нашим, это так христиане понимают. А другие люди, они понимают это просто как, так мир устроен, капитализм, да, и так далее. А трудно в этом жить, хочется уютно, чтобы был какой-то царь-батюшка или какой-то там держава, которая защищала нас, обнимала нас и дала нам все как-то бесплатно. Или просто чтобы был какой-то порядок. И иногда ради этого порядка мы готовы отдать то, что самого-самого дорогого. Это наша свобода. Я буду бояться, я буду закрывать рот, потому что мне нужно, чтобы у меня все было легко, чтобы все было хорошо. Также хочется, чтобы восстановились древние империи. Турки мечтают тоже о великом Туране. Вы знаете, это великие завоевания Чингисхана. Советские люди мечтают о великое, свободное, счастливое детство, которое было с товарищем Сталином. Англичане тоже. Им обидно, что они маленькая страна, что Америка сейчас, ну, уже не совсем гегемон, но тем не менее более сильная, чем Англия. Англия раньше владела больше половины Африки. Индии, очень много стран на востоке. Австралия полностью имела. Канаду имела даже половину, то, что мы называем сейчас США. Это все была часть Британской империи. Вы что думаете, что англичане не мечтают о восстановлении их империи? Мечтают. То же самое и французы. То же самое и венгры. Вы знаете, было вот для них Аттила, как бы завоеватель. Это один из самых популярных имен, которые они дают своим детям. Но проблема в том, что от этих мани величия, и мы знаем, как мани величия закончились, например, в 30-40-е годы с немцами, которые тоже имели великолепную культуру, великолепные идеи, наука, поэзии. Просто они были, это передовая страна в мире, но из-за одного маньяка, как бы, получили, извиняюсь, потом очень долгие годы, как бы, вот, где они просто стояли на месте, где они не могли гордиться, что они немцы. Уже было им стыдно называться немцами. И все это из-за обида, из-за желания восстановить свою австро-венгерскую империю, за желание иметь большой, великий райх. А вот если человек думает не только о своей державе или о своей райхе, а действительно о мире, как мы молимся на литургии? Да, мы православные христиане, когда начинается молитва, божественная литургия, идет мирная к тени, мирная не только в смысле, чтобы было в мире. И перту и инту косму, то есть это мира всего мира. Ирини — это мир, а косму — это космос. То есть, получается, как же христиане не может быть космополитом? Тем более, что существует диаспора, бывает русская диаспора, которая образовалась после Октябрьской революции. Очень много достойнейших людей, русские люди, чисто русские люди, они оказались кто во Франции, кто в Сербии, кто в Австралии, кто в Америке. Они разве что, они перекаты поля как бы? Никаким образом. Они смогли сохранить свою культуру в других местах и даже принести пользу другим людям. Вы знаете, батюшка, который нас, Анна, крестил, он родом из Китая. То есть, не крестил, венчал, простите. Он родом из Китая. Это были прихожане Йоанна Шанхайского. Сам он был из семейства рыбаков из Барнаула. И потом он оказался в Австралии. А потом он оказался в Америке, там в Джордан-Вилле. Потом оказался в Иерусалиме. Разве эти люди не имеют какой-то промысел Божий в том, что такие люди существуют? Ради все должны жить только в одной маленькой деревне? Что с греческой диаспорой? Благодаря греческой диаспоре существует православие действительно по всему миру. А что еще будем говорить про евреев? Евреи, которые могли 2000 лет хранить свой язык, свои традиции в разных местах, с разными ассимиляциями, с разными иногда добавками, с разными какими-то отходами. Но тем не менее, они смогли сохранить свое сознание и даже потом строить государство с большими проблемами. Конечно, я не буду хвалить государство Израиль, но тем не менее, вот народ смог добиться своими какими-то целями, при этом став космополитами. Вот это действительно, я считаю, правильно. Но бывает также и ностальгия. Опять, ностальгия по бывших величии, по великих господинов и держав. Ностальгия тоже как бы, да, я не психолог, но я филолог. А ностальгия – это тоже греческое слово, которое состоит из двух слов. Ностос – это как родина, тоска по родине, а алгос – это болезнь. То есть, получается, ностальгия – это болезнь, по сути дела. То есть, стали употреблять это слово образование. Вот в 18 веке использовали именно как бы солдаты, которые воевали далеко от родины. И у них вдруг как бы им было трудно, им было грустно. Они хотели вернуться к своим селам, к своим родным местам. То есть, получается, человек, который по каким-то причинам, он лишен своей родины или должен был уехать в другую страну. И у него как болезнь идут как бы, вот вдруг какой-то запах, вдруг какой-то вид, вдруг какое-то слово он вспоминает. И это не дает ему жить здесь и сейчас. Он начинает думать о том, что было. Для человека творческого – это как источник творчества, может быть. Но это также может служить как источник коллективного безумия. Это когда не один человек, а целый коллектив людей имеет определенные ностос или алгос – болезнь. И по тому, что было тогда, и он считает, что все его несчастья, вся его беда – это в том, что он не может вернуться назад. Если бы я мог вернуться назад, тогда все было бы хорошо. И мороженое было вкусно, и люди одевались хорошо, и все были вежливые. И вообще не надо было учить. Бесплатно все было, и учеба была, и все было, и все друг друга любили. И соседы были приятные, и не хамили, и не матерились. И человек иногда начинает еще придумывать то, что не было. Потому что если ты начинаешь думать, ой, на самом деле, вот как бы, когда я был школьником, не все было сладко, и не все мороженое было вкусное. И не все девочки были такие хорошенькие, они иногда были жестокие. То есть, на самом деле, воображение иногда создает нам неправильные как бы воспоминания, и они мешают нам жить. И это болезнь. И от этой болезни иногда надо просто лечиться. Ностальгия по юности, ностальгия по другим странам. Это не означает, что это не надо иметь. Я говорю с вами как человек, который очень любит, например, свой родной город. Вот я иерусалимец, например. Вот теперь по жизненным обстоятельствам и по выбору, поскольку как бы определенные вещи мне невозможно делать в Иерусалиме, я живу сейчас в другую страну. Это разве означает, что я не иерусалимец? Это означает, что я забыл этот город, или что вдруг какие-то воспоминания у меня не возникаются? Это что означает, что я не помню свои школные годы, или свое детство, или друзей, которые у меня было как бы 20 лет назад? Все это во мне есть. Но у меня также есть невероятное любопытство увидеть, как другие люди живут, в чем мы похожи, в чем мы разные, в чем мы категорически несовместимы, а в чем на самом деле я могу научиться. Вот как здорово у них получается. Почему я так тоже не могу? Давай я попробую тоже. То есть я считаю, что вот эти качества как раз для нас необходимы. Тем более, что у нас есть еще то, что нас связывает. Это общая культура. Вот я сейчас покажу вам кое-какие книги, которые могут это все даже вам доказать, что у нас есть наша общая действительно мировая цивилизация, и это и есть тот самый свет, который мы должны пытаться хранить, и который я пытаюсь тоже передать своим детям. Вообще-то слово космополитизм и человек, который космополит, космополитес, возникло это представление, понятие в эллинистической Александрии. Это был город в северном Египте на берегу Средиземного моря, где как раз правили после смерти Александра Македонца Птаумеи. И это был центр, на самом деле, вот такой мировой центр и поэзии, и науки, и филологии. И вот там как раз стали записать вот эти те книги, которые для нас сейчас до сих пор считаются как основой нашей культуры. Вот Гомер, например. Вот это у меня вот такое издание 19 века, германское, немецкое, 1902 год. Так что вот библиотека в Александрии – это как образец всех библиотек. Вот Библия на греческом языке, перевод с еврита, был осуществлен тоже в Александрии. Вот как раз у меня тут книга царств по-гречески. Самый первый перевод, оригинал был на еврите написан. Вот у меня тут критическое издание Библии на еврите. То есть вся наша культура связана как раз именно с этим синтезом. Древний эллинистический дух и древний еврит. Вот мы живем в Ирландии еще. Вот город Дублин, который является героем. Вот эта книга, которую писал ирландский, англоязычный автор Джеймс Джойс. Это, как можно сказать, пересказ в 20 веке, история про Одиссея. Вот книга «Юлисс». И главный персонаж в этой книге – это как раз город Дублин. Интересно сказать, что я с детства ощущала себя европейцем. Хотя воспитывалась в Москве в русскоязычной, русско-польско-еврейско-украинской семье. Но тем не менее мои родители, естественно, считали и называли себя русскими людьми. Но были за счет своего образования и общего, скажем так, культурного стремления, они были людьми очень разносторонними. Плюс, конечно, я была скрипачкой. И, соответственно, с детства росла на европейской музыке. Это сейчас деток учит играть на популярных песенках. А нас учили, естественно, на классической музыке. Да, даже самых первых звуков, самых первых дней. И поэтому вот это ощущение принадлежности к европейской именно культуре, ощущение общего, общих точек соприкосновения между культурой русской и европейским наследием, было для меня в детстве просто абсолютно ясным, органичным и совершенно не подлежащим даже обсуждению. Особенно, что в моей семье не ставили разграничения между наше и не наше, русское и нерусское. И если вы даже вспомните, наверное, на каких классических произведениях, скажем так, воспитывался наш советский народ, то есть что преподавали в школах, что показывали по телевидению, какая музыка звучала из радиоприемников, то вы обнаружите, что ни одного практически композитора, ни одного писателя или художника, который был бы абсолютно свободен от влияния европейской культуры, в России просто не существует. Вот можно назвать любое имя и почитать жизнь этого человека. Вы увидите, что он либо жил много лет за границей, то есть в Европе, преимущественно наши художники и композиторы, писатели любили Италию, конечно же, с ее вдохновением античным. Либо он просто свободно владел иностранными языками, как тот же наш незаеблемый Александр Сергеевич Пушкин, для которого французский язык и французская культура была такой же родной, как русская, который свободно знал и читал Байрона по-английски, Гёте по-немецки и так далее. Либо же просто заимствовали, то есть много случаев, когда просто даже музыкальные какие-то литературные идеи, которые уже существовали в западном мире, были заимствованы, пересказаны, перенесены в нашу русскую литературу. И это не воспринималось как что-то непатриотичное. Почему? Потому что до революции Россия всегда существовала в полном взаимодействии с западным миром. Если бывали даже и войны, и бывали даже и конфликты, и противостояния, но в культурном и религиозном, кстати, плане тоже, всегда скорее было больше общего, чем различного. И мне вообще кажется, что здесь вопрос углозрения. Когда сравниваются две страны или два явления каких-то, или два произведения, можно настроить свой взгляд на поиск различий, а можно построить, наоборот, всё на поиске общего. И для того, чтобы построить как бы железный занавес, просто стену между Россией и Европой, нужно приложить очень много труда, потому что общего гораздо больше, чем различия. Ну и прежде всего это, конечно, наша христианская вера. Да, Россия страна православная, Запад на сегодня преимущественно католический и протестантский, но тем не менее мы христиане, в отличие от индусов, которые исповедуют индуизм, в отличие от Востока и многих азиатских стран, которые исповедуют ислам. Конечно же, в культурном отношении. Но попробуйте вот слушать китайскую или японскую музыку. Ну вряд ли она ляжет вам на душу, как абсолютно родная. Вам может она понравиться, заинтересовать. Но тем не менее европейская музыка, она ложится полностью нам на сердце и на ум. Музыка, которую мы слышим в храме. Даже древние наши знаменные пения, это не что иное, как византийское пение, адаптированное нашей, принятое нашей церковью. Как пели наши далекие предки до крещения Руси, какая была у них музыка, мы можем только гадать. Мы не знаем, но даже те фольклористы, которые это изучают, этнографы и так далее, конечно, находят там массу параллелей вообще с европейской музыкой того периода. Все-таки не с азиатской или восточной, или африканской. То есть, естественно, что культурно мы тяготим именно в ту сторону. И это вполне естественно. И мне кажется, что для христианина, вообще для человека культурного, гораздо правильнее искать точки соприкосновения, для того, чтобы, если можем чем-то поддержать или помочь, или повлиять в лучшую сторону, чтобы мы могли это сделать. Если можем чему-то поучиться, чтобы могли тоже этот опыт перенять. В любом случае, это более позитивно и прогрессивно, скажем так, да, и продуктивно, чем отгораживаться и строить этот искусственный занавес. Между, по сути дела, в смысле полиса, как говорил Рафаил, да, одним и тем же народом. Мы бы хотели закончить сегодняшнюю передачу словами Дмитрия Сергеевича Лихачева. Для тех, кто вдруг не знает, это выдающийся советский и российский ученый, профессор, специалист по литературе русской, особенно древней русской литературе, написавший огромное количество книг, работ, признанных во всем мире. На самом же деле Россия – это никакая не Евразия. Если смотреть на Россию с Запада, то она, конечно, лежит между Западом и Востоком. Но это чисто географическая точка зрения, я бы даже сказал картографическая. Ибо Запад от Востока отделяет разность культур, а не условная граница, проведенная по карте. Россия – несомненная Европа по религии и культуре.